Третий день нашего нахождения, вблизи посолка Кировский. Мы на тропе идем опять по ручью к тому. Палки, скакалки нашел. 50% нагрузки идет на руки. 30% продираемся сквозь заросли. Это встречный ручей и другой еще. Пес Барбос Кировский. Собака нюхает листья и не хочет идти дальше. Веряет научу вилам медведь. Что ты услышал? Он нас от медведя будет спасать. Вот грибы, да? Представляешь? Вон птичка. Наверху, смотрит на нас. Смотри, что ты там делаешь. На птицу смотрит, что ты там делаешь. Красиво, да так? Надо же, да? Ступени из простых грибов. Точно? Надежные? Не свалишься? О, нет, они опасные. Вот я делаю на столе. Какие-то черви. А все гниет от времени гибнет. Смотри, какой камень блестящий. Железистый какой-то. Тяжеловастенький. И что там шумит? Это мы поднялись на вершину. На одну из вершин над Кировской. Верховье где-то. Балки, по которым мы идем. Над Кировской. Какая-то большая развилка. Одна дорога туда пошла. И это вот вершина. И дорога еще одна. Вверх пошла на нее. Последняя попытка. Подняться на вершину. Ура! Мы на финише пришли. Тожествуем маленьким отдыхом. Привалом. Молодую шишку. Детела разделила. Дербанила. Эта. Живица. Течет. Вот. С этой стороны. Совершенно молодая шишка. Сейчас. Вскучу. Потихоньку тянем. Потихоньку. Мед. 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 К собаке дали. Она чихает. Она, конечно, полезная. Наверное. Для простуды и все. Такое. Это, конечно, ценный продукт. В таком незрелом возрасте. И столько живицы. Смолы. Опусти ниже. Ниже опусти. С этой стороны сзади. Да ничего не получится. Нос прилип у него. Слепси. Слепси. Я здесь больше всего. Слепси. О, плавку. Утирается от нас. грибы нашли это их сюда лицом поверни лицом а вот хорошие грибы медведь насрал кто там нас палки ломает в лесу сороке кто-то шума надевал в шороху дерево сломал с шумом с гаком медведь не знаю может медведь идем дальше здесь уже дорога ровная почему-то уже наверно вершина куда она ведет нас непонятно возможно это было жилище здесь какой-нибудь или по типа по пастбище древних пастухов типа загона базок для скота возможно жилище она не одно здесь это получается здесь уже вершина как бы более равненное место и вот такое скопление камней значит вероятно здесь раньше леса не было здесь возможно пастухи находились где-то там тоже по моему камни медведь встретился на пути вы ее смотри сломается и она ломка это дрянь ольхушка слазь пошли нет это медведь медведь не угонится по дереву короче стропа это уйдет вот на вершину это вот на вершину идет прямо это как бы вдоль и вдоль вершинки ну пойдем понять посмотрим знаю даже куда по непонятно а это пошли вспомнил называется а цингура стойбища пастухов а цингура возможно здесь раньше леса не было и скот пасся балка у нас осталось слева походу метра сто отсюда а мы идем по неведанной нам тропе по неизвестны мы не представляем куда она идет и вообще мы где мы находимся но мы хотим обойти эту балку и спуститься по ней это задача но едва ли нас получится ну будем пытаться будем пытаться пока мы идем два часа уже эти предполагали что час обойдет онлайн трансляция чтобы представляли как мы идем это хорошие участки а так в основном заросли просто открытые места мы показываем связь появится хотя телефон нету а здесь у меня мой телефон смотри вон там балка с правой стороны глубокая ну туда не пойдем нет но вообще я говорю глубина такая вот там камни какие-то огромные смотри надо его посмотреть интересно они это не камни это и деревья да но вообще-то спуститься интересно было бы интересно было бы посмотреть что там но это время не уходит не будем наверно спускаться ну короче да пойдем потихоньку ой мы довольно далеко ушли уже теперь сама вершина она осталась слева у нас а мы и обходим и балка там где-то слева тоже свои балки свои расщелины возможно ручьи туда спускаться не охота там целый мир вон смотря друг по башке но теперь всех распуга а напрасно могли бы кого-то встретить например медведи для любителей минералов я покажу здесь какой вот просто вот случайно не выборочно случайно какие камни здесь отцвети вот тип железо 100 опять же быстро разрешается вот тоже блестящих такой это вот уголь каменный уголь этот балочка теперь мы по ней идем баня для кабанов тоже кабаны вот совсем свежие следы второстепенно сейчас пойдем вправо все и зарезанные места вот такие балочки и ручьи место не очень удобно смотри это вода хорошая это родниковая настоящая а вот не родник напрасно то вылил что ж мы родники в родники набрали вот так вот конечно здесь много интересных камней, с точки зрения их ценностей, минералогии, но я думаю что это интересное место для поиска разнообразных плодрагоценных камней. Мы топаем по каким-то совершенно дичайшим зарослом. Из этой замороки чащобника и вот тут дорога. И кажется вот слева вершина, сама вершина, на которую мы собственно и стремились подняться. Сейчас попробуем прямо выйти на нее. Не по дороге пойдем, а прямо на вершину. Ну вот она вершина. Неужто мы не поднимемся, не пробьем себе литавра победы. Вот смотри. Что мы обойдем разве? Давай зайдем. Или вот так вот можно по кругу, по этой дороге. Не, ну давай вот сюда вот сразу вот поднимемся, вот так вот. Вон дорогу тем более идет туда. Глянем. По-моему это и есть вершина сама. Если мы на нее подняли, значит все, мы достигли цели. Пошли. Че ты думаешь? Ты как-то неразговорчив раньше болтал, сейчас вообще. Одно молчание на любые вопросы. Так, я жрать хочу. Ой, пить хочу. Да вы по пьем. Ты не хочешь пить? Под деревом задницы выставил. Ждет, когда мы подойдем. Эта дорога делает круговое движение вокруг горы, вокруг вершины. Коре такое. И круг делает. И вот сюда подошла снова к этой балочке вот с правой стороны. Судя по всему это и есть вершина. Там дорога окольцовывает. И она наверное сюда возвращается, вот по которой мы сейчас стоим. Так что сейчас давай попробуем поднимемся на самое-самое и можем идти обратно. Ага. Ты сегодня как-то молчалив на разговорчик. Вот невесело. Как ты думаешь, поднимемся? Так, ты не говоришь, давай псина говори. Пойдем мы на вершину? Нет? Псина? Там кто-то деревья ломает. Пойдем на вершину? Как тебя зовут? Не скромничай говори. Ну давай, ладно, сходим. Пойдем. Теперь мы уже пришли. Возвращаться не будем пока никуда. Получается, что это вот две вершинки по горизонту вон. Это вот сейчас мы на них выйдем и значит мы совершили свой маленький подвиг. Вот еще одна вершинка. Две вершинки и все. Это грибень уходит вниз. Спускается вниз в балку в ту, на которую мы хотели. Пытались идти. Показываем вам на вершинную дикость. Вот такие деревья. Это пихта. Все. Пихта, пихта, пихта. О, здесь еще у нас. Какой-то камень. Медвежий угол. Хартина. Три медведя. Кто написал три медведя? Серов? Или Брилов. Брилов портреты писал. Пушкин. Пушкин. Современные знатоки. Пушкин написал три медведя и волк. Красная шапочка. Одновременно. И ты козленка. Где наша зверюга... Зверюга нам удрала. Пути-пути-пути-пути-пути. Наши вершины не закончились. Мы еще одну обнаружили и пошли на нее. Короче, мы сейчас схватим эту балку, которую мы изначально с Кировской обозначили. Мы ее обойдем по верховью и спустимся в сторону Никитина. Там тоже вершина со стороны Никитина. Еще более высокая вершина. Вот мы идем. Сейчас делаем коре вокруг этой балки Кировской ручья. И выйдем на Никитинский бугор. Самую высокую вершину Никитинска. Картина Брилова на отдыхе в глубоком диком лесу. Тоже вот вершина. Мы перейдем сейчас эту балку, которую мы на Кировской обозначили. Вот она. Это верховье этой балки. И мы сейчас ее перейдем в сторону Никитина. Вот это верховье того ручья, той балки. Вот эти вот заросли. Тут уже воды нету. И камней таких нету. Это верховье. Мы пересечем этот ручей, эту балку теперь в ее верховье. И выйдем на Никитинскую гору и будем спускаться вниз в сторону Никитина. А там потом видно будет. Мы спускаемся вниз. Но та балка у нас с левой стороны уже осталась. Так мы и идем вниз потихоньку. В колобе спускаемся. Наконец-то мы вышли на открытое место. И нам открылась вся панорама, где мы находимся. Товольно далеко мы поднялись. Очертенно далеко. Мы еще выше, еще час туда идти, где мы были. Еще час наверх надо подниматься. А теперь нам спускаться. Ну, в принципе, тут спуститься вниз. Только мы, боюсь, попадем в Никитина. Оттуда переть опять. Так, вот это лоба там. И горы окрестные над Кировской, которые мы видим. Вот эти. Пробегаем. Мы на правильном... А если собачки? Вот так. Куде-куде-куде-куде-куде-куде-куде. Красивый лист. Вода размола и угольные пласты обнажила. А ну потрогай. Вот попробуй кусок отломи. Какой он из себя. Да. Вот тут возьму кусок. Вау. А цельную, если поднеси. Вот этот, если кусок. Да, поднеси, я посмотрю, как он. Потрогай рукой другой. Он это. Угольный. Еще ли он слабенький, да? Для уголя. Еще не сформировался. Да нет, нормально, наверное. Будет хорошо гореть. Вот они, пласты угольные. И пошли дальше. Потихоньку спускаемся вниз в сторону Никитина. Кого-то унюхал зверка какого-то. Попали в медвежий угол. Спустились к лобе. Сейчас пока не знаем, как переправиться на то, что скачать. Собака. Сейчас увидит нас. Пойдем. Сейчас как на счастье гонять нас. Короче, мы поднялись от Кировской вон на ту, вот на эту вершину. Вот на эту посредине. Все, мы выезжаем. Погода испортилась. Еще 2М можно поместить? Я тебе говорю, вот. Почти выкинулся в полный рост. За страх в багажник. До ночи кто-то всю ночь орал. По сумасшедшим голосом. Дебильным каким-то. То ли обкуренным, то ли пьяным вообще. Орет диким голосом. И никто не вышел, не угомонил его. А теперь я ему рассказал. Главное, подошел к машине и обоссал машину. Орет. Он говорит, я и не слышал никого. Я вообще. И обоссал назад. Сегодня придет тебе обоссыт. И ты не. Нет, багажник хорошо закрыл. Нет. Чувствуешь, что же ночью в палатку прибежишь. Он так и будет приближаться, и ты бегом. Шимаром. Нет. Это мой первый опыт. В багажнике. Пойди у соседей спроси. Они слышали, как он орал? Интересно все. Любопытно. Сейчас пойду спрошу. Давай сходи, спросите. Любопытно. Пошел к соседям узнать, слышали ли они. Как-то ночью кто-то приходил. Какое-то животное. Блин, вот это вы не слышали. Может как-то коридор какой-то попался. Нет, тут парни были пьяные в дупель. Может они. Ну, которые сейчас в бане мылись. Нет, их уже нету, по-моему. Или они там еще и находятся? Нет. Вон они там и это все. Вот они ж баню здесь делают. А, это они? Ну да. Но я знаю, что они в дупель вчера были. А, ну может быть. Может дело. В общем, это дух местной реки. Местной реки, да. Его нужно поймать. И в речку. Нет, ну зачем в речку. Пусть охраняет мусор выносит. Вот. Да, наказатель может. Мастишь, да. А я здесь. Давай, давай. Красочно рассказал, да? Да не страшно. Просто мне... Не рассказывай. Враг. Короче, мы решили, что это просто дух реки. Приходит проведать. Все ли спят. Все ли на месте. Вот он. Вот он. Вот он дух реки. Губами шевелит. Он кроватится. Ох. Ха-ха! Ха-ха-ха. Хах-ха-ха-ха! Хах-хх. Ха-ха. Хах-ха! Да. Там тоже видишь. Он бычен. Хах-ха-ука! Не надо никого, осторожнейся никаких. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк, пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания. Так, он устраивает. Баженьки. Как там можно спать? Просто. Не надо тебе это. Чего страх с человеком делает, а? Да какой страх. Баженок заперся. Какой страх, просто мне интересно здесь. О, и кошмар.